Полгода назад, друзья, я сделал обзор на вот эту вот станцию от бренда Nova. Здесь заявлено 300 ватт и 296 ватт-часов. Многие тогда посмотрели обзор и сказали, ну такое вот для дачи куда-то, для кемпинга, возможно, да. Но в связи с событиями, которые сейчас происходят, такие станции набрали просто космической популярности. Продаются во многих торговых площадках на Алиэкспресс. Тысячи продавцов сейчас продают разные версии. И даже вы себе не представляете, сколько же там пали подделок, фейков, покрывательства с Алиэкспресс этих недобросовестных продавцов. У меня собралось просто огромное количество различной информации. Хотелось бы с вами скорее поделиться и, возможно, в ближайшее время выйдет такой ролик. Сегодня речь пойдет о станции FlashFish. Заявлено здесь 200 ватт мощности и 151 ватт-часов. Она в два раза меньше от Nova, в два раза дешевле. Какие параметры здесь на самом деле? Я все проверил, разряжал, заряжал. Сейчас вам все про нее расскажу и скажу, конечно, стоит ли она своих денег. И думаю, вам это видео будет полезно и интересно. Всем привет, друзья! Станция FlashFish, модель Е200. Обзор краткий. Начинаем! Комплект поставки включает адаптер под прикуриватель, бюджетный LED-USB светильник, адаптер под розетку, зарядный блок, инструкция, да и сама станция. Она небольшого размера, 208 на 110 на 158 миллиметров, да и вес всего 1,85 килограмма, заявленная продавцом. По факту у меня получается даже больше 2 килограмма. С передней части расположен дисплей с подсветкой. Слева кнопка DC, включает USB порты и 2 DC выхода, через которые можно подключать комплектный разъем прикуривателя. Переключатель красный справа включает и отключает розетку 220 вольт, то есть включает инвертор. 3 USB, 2 DC и 1 розетка. По бокам вентиляция и вентилятор для активного охлаждения. Под ним порт для зарядки самой станции. Да, заряжать можно только через порт вот такого формата. С нижней части плотные резиновые ножки для устойчивости, с задней стороны параметры. Заявлено 151 ватт-час, 40 тысяч миллиампер часов при напряжении 3,7 вольта, мощность 200 ватт. Вход на зарядку 15 вольт, 2,5 ампера. USB с поддержкой быстрой зарядки, протокол Quick Charge 3.0, выход на DC прикуриватель до 120 ватт, от 9 до 12 вольт. Можно заряжать от солнечной панели током от 15 до 24 вольт. С верхней части на станции ручка, она подпружинена, друзья. Крепление пластиковое, выглядит, конечно, не очень надежно. Зачем это сделали, не знаю, скорее для компактности. Но лучше бы она была неподвижная. Хотя за две недели тестов не сломал, да и то хорошо. В целом, пластик хороший, прочный, жароустойчивый. Сборка не вызывает вопросов. На первый взгляд, все отлично. В конце видео я ее разберу, посмотрим, что внутри. А теперь переходим к тестам. Начнем с USB портов. Запускаем кнопкой DC Power. Подключаем тестер к первому порту с обозначением QCI 3.0. Смотрим. Порт соответствует заявленным характеристикам. Протоколы рабочие. Максимум 12 вольт, 1,5 ампера. Это 18 ватт. Проверяем следующий. Он отображает точно такие же параметры. Нижний порт производителем заявлен как обычный. 5 вольт, 2,4 ампера. Но на удивление, он также поддерживает протокол быстрой зарядки до 18 ватт. И еще один важный момент, на чем можно было сэкономить, это распаять на одни контакты и сказать, вот у нас тут два USB быстрых, но вместе они не смогут работать. Здесь же мы можем задействовать одновременно два USB, с обеих снимать по 18 ватт мощности. Допустим, телефон заряжается быстрой зарядкой, и с USB снимаем тестером еще 17 ватт. Это неплохо и нехорошо, было бы плохо, если бы напряжение падало ниже 11, так в пределах нормы, я считаю. Проверяем работу инвертором. Заявлена здесь мощность 200 ватт. Для теста использую лампы накаливания по 100 ватт, самые обычные. Подключаем одну, разгорается она плавно, и теперь активируем вторую, и видим данные порядка 190 ватт. Это значит, что здесь действительно можно подключать приборы мощностью до 200 ватт. Производитель не соврал все четко. И сразу проверим синусоиду. Заявлено, что в станции Flashfish E200 инвертор выдает у нас чистую синусоиду, это важно для многих приборов. Хорошо, смотрим. Подключаем осциллограф, запускаем диаграмму, и в реальном времени видим час на 50 Гц, совсем небольшими отклонениями, и ту самую вот чистую синусоиду. Тоже отмечаем это плюс. Во всех последующих тестах станции будем также проверять этот параметр. Теперь, я думаю, добрались, друзья, до самого интересного. Это реальная емкость аккумулятора. Те самые ватт-часы. Ватт-час, если простыми словами, заявлено 100 ватт-час, лампа или прибор, потребляющий 100 ватт, должен работать 1 час. Вот у нас заявлено 150 ватт-часов, соответственно, в идеале лампа накаливания на 150 ватт мощности должна светить 1 час. Продавцом указан коэффициент 0,8 инвертора, то есть это реальных около 130 ватт-час получается при переумножении. Для начала я взял тестер, установил нагрузку в 22 ватта мощности примерно, и при 11 вольтах начал разряжать ее. Станция была заряжена на 100%, разряжаем в 0 вплоть до отключения. Этот тест длился 5 часов 22 минуты, непрерывная запись, самому просто было интересно. Результаты по отключению станции на экране у нас следующие. Главное это 110 ватт-часов, это на 15% меньше заявленных с учетом КПД от 130 ватт-часов. Критично это? Нет, ведь здесь погрешность не слишком высокая, хоть это и неприятно. Можно списать, допустим, 5% на тестер, кабель и так далее, но лучше бы сразу писали меньше, тогда вопросов бы было меньше, как говорится, но есть как есть. Для простого человека вопрос, наверное, в голове звучит, то все понятно, ты давай покажи, сколько реально какой-нибудь прибор от нее проработает. Ну, смотрите, друзья, допустим, телевизор потребляет 50 ватт, значит, вы сможете пару часов смотреть его без остановки от этой станции. А для наглядности еще вот один тест. Берем обычную лампу накаливания на 100 ватт. Засекаем время. Станция заряжена на 100%, на ваттметре плохо, но видна мощность 97 ватт. На часах 13-15 времени. Ускоряемся, разряжаем в 0, 14-27, станция ушла в защиту. 100-ваттная лампа от станции светила 1 час 12 минут. Несложно посчитать, что это примерно те же 110 ватт-часов выдает наша станция. Хорошо. Проверим разъем прикуривательный. Если у вас какие-то есть устройства, требующие такого питания, такого порта, пожалуйста, все работает. Он может выдавать до 120 ватт мощности. К примеру, мы уже тестировали вот такой автомобильный холодильник. И мы его берем, к этой станции подключаем, будет работать пару часов точно, а то и больше. Внутренности. Здесь из интересного. Аккумуляторы, конечно. Формат 18650. Просматривается емкость с 2000 мАч, могу ошибаться. Но их здесь 18, а значит примерно 36 тысяч мАч, что опять же почти соответствует заявленным. 4К куда-то убежало. В целом собрано все хорошо, при желании можно и ручку зафиксировать, подложил цилиндры. Пайка норм за эту цену. Металлических пластин для веса нет, а в других станциях встречаются. Так что все окей в целом. В комплекте еще идет небольшой лайт-фонарик USB, как я говорил в начале. Но это так, для вида. Могли бы его уже в корпус строить для приличия. Светит неярко. Рекомендую приобрести Xiaomi Stick. Гораздо лучше будет. Какие же можно сделать выводы, друзья? Вот эта станция, по сравнению с другими, которые я тестировал, это можно сказать вот прям 5 баллов из 5. Потому что другие, которые я приобретал, с которыми сталкивались мои друзья, там вообще просто в 2 раза меньше заявленной характеристики. Если взять здесь, что здесь заявлено 151 ватт-часов, есть коэффициент, там умножить, перемножить, получается 130. Мы выжали 110. Взять погрешность кабеля зарядных, получится там плюс-минус 120. То есть это вообще ничего. То есть фактически соответствует, можно сказать, заявленным характеристикам, 5-10% меньше. Это ничего. Я столкнулся с станцией, которая на 50% меньше, которая стоила 450 долларов. И Алиэкспресс отказался принимать этот спор, отказался возвращать деньги. Тоже есть эта информация. Постараюсь в ближайшее время записать такое видео. И мы эту станцию также протестировали. Она неплохая, но далеки параметры от тех заявленных, которые были в магазине. И добиться правды сложно. Вот эта станция выдает свои 110-120 ватт-часов. Здесь есть 200 ватт-мощности. И рабочая USB, и даже последняя USB, выдает чуть больше параметра, чем было заявлено. Есть дисплей, есть зарядное устройство в комплекте. Есть мини-фонарик. Это тоже небольшие плюсы. Хотя хотелось бы, чтобы фонарик был встроен. Могли бы сюда уже куда-то разместить какую-то LED-ленту. Но и так сойдет, так сказать. За эту цену вполне себе отличный вариант. По крайней мере за то, которое она продавалась. И у нас в Инстаграме, по-моему, осталось пару штук вот этих станций. И действительно могу рекомендовать их к покупке. Потому что вот эти погрешности, это совсем минимальные по сравнению с теми, что существуют на рынке, по крайней мере на Алиэкспрессе. Они берут топ-бренды. Это Blue Yeti, там EcoFlow и другие станции. Мы их также постараемся какие-нибудь протестировать, возможно, в ближайшем будущем. На сегодняшний момент показал вам две станции. Ссылочки на них в описании. На очереди третья. Подписывайтесь, ставьте лайк, если видео было для вас полезным. Увидимся в новых роликах. Не прощаюсь.